Дорогие друзья, утро доброе, а точнее день добрый. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Прианрус. Я начал с того, что у нас будет несколько вебинаров, посвященных и Объединенным Арабским Эмиратам, в ближайшее время по Кипру. Будет очень интересный вебинар. Хочу еще пригласить, если кто-то не подписан, хотя я предполагаю, что большинство из здесь присутствующих подписаны на наш Телеграм-канал, в котором всегда есть актуальная информация о наших вебинарах. Там есть не только она. В последнее время мы активно начали развивать этот канал коммуникации. В общем, результат дает себя знать. Выясняется, что Телеграм, в отличие от многих других социальных сетей, работает более-менее эффективно. Ну и еще буквально на пару минут вас к лику. Ну или развлеку, хотя я понимаю, что вы ждали совершенно не мой спич в настоящий момент, но уж как есть. Недавно мы провели итоги первого полугодия. Почему, собственно, мы обращаем особое внимание на Объединенные Арабские Эмираты. Страна вышла на шестое место по числу запросов со стороны покупателей. Не только из России. Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия. Все русскоязычные покупатели. Начиная с прошлого года, мы видим заметный рост. Это произошло отчасти, может быть, вопреки всем коронавирусным и прочим страстям. Еще в прошлом году Эмираты вместе с Турцией оказались одной из самых гостеприимных стран. Было открыто сообщение, была открыта страна для тех, кто, условно говоря, не боится вируса пандемийного, коронавируса. Не вирус, коронавирус. И поэтому инвестиции туда хлынули. И недавно еще была опубликована интересная статистика, она меня прям зацепила. А россияне являются третьими, четвертыми в неофициальном рейтинге покупателей недвижимости в Эмиратах. На первом месте индусы, на втором месте граждане Великобритании, на третьем месте для меня это стало совсем главным сюрпризом итальянцы. И вот четвертые как раз идут россияне. Богдана Островская, менеджер по работе с клиентами компании SSS Real Estate Brokers. Богдана, здравствуйте. Давайте тогда просто по презентации я буду задавать вам вопросы. Если вы готовы и со звуком все более-менее нормально, тогда давайте начнем. Если вы готовы, подключите тогда хотя бы звук. Здравствуйте, уважаемые зрители. Филипп, как меня слышно? Да, так вас слышно. Богдана, давайте поступим таким образом. Раз мы вас не видим, это жалко, ну что уж поделать. Я буду задавать вам вопросы и, к сожалению, увидеть вас будет невозможно, но это лучше, чем ничего. Согласны? Так тогда действовать? Конечно. Давайте. Вы всегда будете видеть в конце презентации тоже и мы всегда сможем связаться с людьми, с которыми это интересно. Окей, хорошо. Знать более того. Богдана, давайте, друзья, с небольшой задержки, но все-таки начинаем в несколько специфическом формате. Итак, Богдан, несколько слов буквально давайте у вашей компании. Где вы работаете, с чем вы работаете, пожалуйста. Спасибо. Смотрите, мы занимаемся, мы продаем объекты напрямую из устройщиков. То есть мы презентуем самых больших устройщиков на территории рабочих эмиратов. Это является Нафил, ИМАР, Дамаг, Мажет Альпы и много еще остальных устройщиков, которые являются топом на рынке. И мы являемся топ-брокерами для этих застройщиков. Мы, у нас, как вы видите на экране, у нас есть несколько наград от разных застройщиков на протяжении всех вот этих лет. Мы продаем проекты, которые только-только вошли на рынок, вот, только-только анонсировались. Что-то такое вот интересное, локация, экстраординарное. Мы включили некоторые из этих проектов сегодня в презентацию, и мы это все покажем нашим зрителям. Окей. Давайте тогда несколько слов. Ну, я уже начал условно так в коммунии рекламировать Дубай. Дубай, но, понятное дело, причин для успеха и для того, чтобы россияне, да не только россияне, весь мир, обратил внимание именно на Эмираты. В общем, давайте некоторые из них выделим и, соответственно, покажем в презентации, почему мы сейчас обращаем внимание на Дубай. Да, друзья, хочу обратить внимание, чат работает. Мы, к сожалению, Богдану видеть не сможем, но, по крайней мере, она на все вопросы обещала ответить. Итак, почему Дубай? Пожалуйста, начинаем с налогов, как я понимаю. Да, давайте начнем с налогов. Я переведу, нам нужны кадры, пожалуйста. Да, самое главное, что я бы хотела заметить, в Эмиратах отсутствует налог на покупку, продажу, сдачу в аренду недвижимости. То есть, любая операция, которая связана с недвижимостью, здесь налог отсутствует на нее. Так как он присутствует в основном во всех странах мира, здесь он отсутствует. Единственное, что оплачивает покупатель, это единый сбор в 4% от стоимости квартиры. Ну, это единственный раз, это один раз за регистрацию. А так, как человек покупает, продает, сдает в аренду, либо получает прирост капитала, он не оплачивает никакой налог. Более того, когда человек передает эту квартиру в наследство, тоже отсутствует какой-либо налог. В этом плане это просто эмиратный чемпион по облучению инвестиционного капитала со всех стран мира. Окей. Мы параллельно, как я уже говорил, будем отвечать на вопросы, и мы сейчас опубликовали в чате еще контакты компании SSS Real Estate Broker. Вопрос, который сразу поступил от нашего зрителя Олега по поводу ипотеки, есть ли сейчас ипотека в Эмиратах, можно ли ее получить, и насколько реально вообще это сделать? Мы немножко будем перескакивать, но раз уж у нас сегодня такой не совсем обычный формат, давайте сразу будем и на вопросы отвечать. Пожалуйста. Конечно, давайте сразу же ответим. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Много клиентов этот вопрос задают. Смотрите, здесь в Эмиратах можно получить ипотеку, если человек, если в основном клиент-покупатель, он не резидент Эмиратов, в таком случае все равно он может получить ипотеку. Если квартира готова, то есть здание должно быть готово, введено в эксплуатацию, и клиент может получить до 50% финансирования от стоимости объекта. То есть, грубо говоря, 50% он может получить как ипотеку. Какие примерно ставки банковские сейчас? Примерно 3,8%. 3,8, то есть 3,8, 4,2 примерно. Ну вот, грубо говоря, 4% это ставка, что есть одно из самых низких, если сравнивать во всем мире. Ну и в 12 странах у нас, конечно же, ставки намного выше. Даже в Европе. Правильно ли я понимаю, что выдаются ипотечные кредиты в местной валюте? Да, совершенно верно. Все должно комментироваться, комментироваться в местную валюту, но есть плюс в том, что валюта фиксирована к доллару. Это стабильно 3,65. Это низ 65 стабильно. Вот уже очень много лет, потому что валюта привязана к доллару, как все это знают. Богдан, раз уж мы заговорили с вами, ну, коснулись вопроса банковских ипотечных кредитов, пару тоже стандартных вопросов. Все ли банки выдают? Или какие-то более охотные, какие-то менее охотные? Или, по большому счету, здесь разницы нет? То есть банк будет сразу же велик. Смотрите, в основном зависит даже от профайла покупателя. Банку важно знать, что покупатель имеет доход, баланс, щит. Ну, как бы, 6 месяцев нужно подать банковский, как бы, стейтмент, счет, да? И банк должен быть уверены, что у вас есть стабильный доход. И, в принципе, если вы можете предоставить хороший банковский, как бы, стейтмент, счет, вот, где вы показываете свои транзакты, доходы, расходы, множество банков вам дадут ипотеку. Ага. На какой срок выдают ипотеку сейчас в Эмиразах? Смотрите, есть на 10 лет, на 15 и на 20. Итак, 10, 15, 20 процентов ипотека, 3,84,2 в национальной валюте, которая привязана к... Да, тоже. Окей. Да. Друзья, если какие-то вопросы есть по ипотеке, тоже задавайте. Мы в любом случае к этому вернемся. И, ежели что, то... Ну, потом, да. Нужно ли показывать банку официальную кредитную историю? Появился вопрос. Да. Может, это реально надо показать? Смотрите, кредитную историю, это имеется в виду наличие каких-то кредитов в будущем, в прошлом, да? Давайте обобщим вопрос. Помимо, условно говоря, паспорта и 50% суммы, что еще банк может затребовать от вас? Только, вот, я же сказала, даже не кредитную историю, я не думаю, что как бы банки будут в это удивляться, хотя я просто не эксперт, но, в общем, я скажу по своему опыту, просто нужно предоставить, вот знаете, как это, банк стейтмент, это называется. Я потом могу отдельно объяснить это, просто нужно показать, сколько вы денег получаете и сколько денег уходит, примерно за 6 месяцев, либо за год. Иногда спрашивают за год. Пришло несколько вопросов, давайте продолжим тогда на этот счет. Отлично, да, да. Какие банки выдают кредит, ипотеку, коммерческие или исламские? То есть, это обычная ипотека, классическая, понятная всем? Смотрите, в основном это будет классическая ипотека, а насчет исламских банков, вот, просто так как мы можем связать всех интересующих клиентов с банкирами, у меня есть знакомые. Вот, в общем, если отвечать на этот вопрос, исламские банки тоже могут дать кредит, и простые, классические тоже могут дать кредит. Вот, допустим, есть много международных банков, Сити Банк, есть очень много остальных, которые международные. Они, вот, в основном, очень хорошо одобряют кредиты именно вот иностранцев, людей, которые не резиденты. У нас много было хороших, как бы, ну, почти все клиенты, которые у нас купили, им нужна была ипотека, все они получили ее. Поэтому, знаете, процент хороший, в принципе. Окей. Но еще существует рассрочка от засрочка. Вот, Вероника поднимала эту тему, она хотела спросить, как можно осуществить платежи за квартиру, купленную в рассрочку. Нет, я правильно понял, ведь, смотрите, вы сказали, что ипотеку выдают в тех случаях, когда объект уже введен в эксплуатацию, правильно? Да, готов, да. А рассрочка имеет, ну, обычно в мировой практике рассрочка предоставляется в тех случаях, когда вот объект еще находится на стадии строительства. Так это или нет? Да, 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 совершенно верно, да, да. Но рассрочка, она не бывает надолго, она бывает только на, ну, вот, год-два. Ну, год-два, условно говоря, до окончания строительства. Да, иногда год-два после еще окончания строительства, но это очень редко. В основном, как вот вы сказали правильно, до окончания строительства. То есть, в принципе, у человека будет, ну, клиента будет 2-3 года оплатить проект, потому что, когда проект новый, примерно 2-3 года потребуется на введение в эксплуатацию. И вот как раз, если человек может оплатить полностью всю сумму за 3 года, условно, тогда он не платит ни процентов, это просто рассрочка на прям сумму. Там нет никаких доплат. Окей. Это самый идеальный вариант, если честно, потому что вам не нужно будет платить проценты, и вы напрямую с строчкой, как бы, оплачиваете это все им, без банка. Хорошо. Вот я всегда советую этот вариант. Скажите, пожалуйста, такой момент. Спрашивают, в каких валютах можно проводить оплату, кроме доллара, евро или дирхама? Возможно ли провести оплату, скажем, в китайских юанях, в детских лирах или, допустим, в рублях? Или это не практикуется? Смотрите, нет, потому что, как бы, простой ответ на этот вопрос, это просто валюту эту конвертировать в местную валюту. Вот приезжает покупатель, допустим, с рублями или с китайскими юанями. Они здесь его конвертируют сразу же в дирхам и оплачивают. Окей. Даже в долларах здесь не оплачиваются. То есть все конвертируется. Конвертируется уже на стороне продавца. То есть, условно говоря, я перевожу деньги. Застройщиками. Я перевожу деньги в застройщику, условно говоря, в одной валюте, но перед тем, как сумма дойти до него, она должна там уже, в Эмиратах, уже конвертироваться. Правильно? Или я из-за чего? Да, конечно же, да, да, да. Вот нужно ее конвертировать перед тем, как, условно говоря, отдавать ее застройщику. То есть клиент приезжает, он конвертирует, он организовывает все свои деньги и оплачивает уже в местной валюте застройщику непосредственно. Окей. Каково время между датой подачи заявки на ипотеку и получением одобрения банка? Вопрос. Сколько примерно времени это занимает? Примерно времени. Я поняла. Смотрите, примерно это может занять в зависимости от загруженности банка и плюс еще наличие каких-то, допустим, исламских праздников или, допустим, каких-то каникул, когда может быть немножко опозданий. Но в целом это займет пару недель. Ну, максимум месяц. Вопрос. Есть ли оплата криптовалютой и вообще настолько криптовалюта сейчас в ходу, что называется, в ваших сделках или вы редко с этим работаете? Смотрите, да, оплата криптовалютой осуществляется здесь. Конечно же, не во всех застройщиках. Есть некоторые застройщики, которые работают с криптовалютой, и мы с удовольствием обусним клиенты, которые в этом заинтересованы. Есть еще один баланс. Либо мы идем к застройщику, который именно принимает криптовалюту, да, либо, если, допустим, нравится клиенту какой-то другой проект, где не принимают криптовалюту, есть всегда посредники, которые могут конвертировать это все уже на месте. Они могут принять криптовалюту, ну, грубо говоря, и как бы сделать эту транзакцию. И тогда уже к застройщику мы идем с Тирханом, чтобы сделать оплату. Общий вопрос, который мы с вами хотели обсудить, может быть, чуть ближе к завершению вебинара, но на самом деле, раз уж сейчас его начали задавать, давайте сейчас об этом несколько слов. Конечно, да. Сколько сейчас активно и успешно проходят платежи из России? Понятно, что у нас зрители не только россияне, но их значительное число, и этот вопрос словно болезненный, поскольку платежи в долларах, в евро, они идут через корреспондентские счета, в некоторых случаях платежи идут долго. Ваш опыт, что он показывает? Какие здесь трудности и так далее? Пожалуйста. Вы имеете в виду трудности с переводом денег, да? Да, 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 да. Смотрите, просто существуют клиенты, вот я могу сказать, что клиенты, вот как-то у них есть уже деньги в банковских счетах в Дубае, но есть клиенты, которые переводят деньги с России. Вот, механизмы, ну, есть переводные системы, которые разрешают эти переводы. Вот только нужно уточнить, если, допустим, нужно будет конкретно назвать эти системы, по которым можно переводить, мы можем потом объяснить. Окей, значит, про систему понятно. Инвозь. Эмиратский банк, вот может мне, потенциальному покупателю, открыть счет? Конечно, да. Вы смотрите, когда покупатель покупает, допустим, мы сейчас тоже, я хотела затронуть эту тему, здесь существует такой вот закон, если вы покупаете недвижимость стоимостью 750 тысяч дирхам, что переводим на доллары, я сейчас скажу примерно сколько будет, примерно 127 тысяч долларов. Он получает право открыть резидентскую визу. И вот когда он уже открывает резидентскую визу, тогда обязательно он уже может открыть счет. Поэтому ответ на вопрос – да. Любой покупатель, который… Я правильно понимаю, да? Да, и когда ты уже получаешь резидентскую визу, автоматически уже можно подавать на открытие счета в любых банках Эмирата. Потому что у вас уже есть резидентская карта. Поэтому, в принципе, хватит по недавнему закону. Раньше это был 1 миллион. 1 миллион дирхам, что означало примерно 270 тысяч. Сейчас это 750 тысяч, что означает примерно меньше. Это примерно 200. И по этой покупке уже можно обращаться, открывать банковские счета. Даже начинать подавать на права. Вождение можно… Ну, ты уже полноценный резидент. У вас есть и счет. Вы можете водительское удостоверение как бы получить. И можете продолжать как бы… Продолжать. То есть можно и открыть и бизнес. Ну, то есть это все как бы следует. То есть до тех пор, пока углоднение недвижимости, вы резидент. Да. Еще несколько вопросов у нас уступило. Давайте несколько слов про ВНЖ. Мне кажется, у вас даже слайд какой-то. Можем еще… Давайте я сейчас его открою. Для презентации. По-моему, у вас… Про золотую вещь для собственников. Давайте я сейчас открою. И вы тогда пропишите несколько слов об этом. Мы покажем следующим слайдом, который у нас есть. Так, пожалуй, вот оно, правильно? Да, сейчас загружается. Это по поводу вида на жительство, да, я так понимаю? Да, золотой вещь для собственников. Пожалуйста, я с вами попробую. Смотрите, сейчас по недавним правилам. Я вот вижу тоже один вопрос по поводу получения вида на жительство. Это строящиеся объекты. По недавним законам приняли новый закон, который будет давать вида на жительство покупателям, которые купили проект, но он еще строится. Вы в таком случае все равно можете получить резидентскую визу. Единственное, что объект должен стоить минимум 2 миллиона верхам, что при конвертации будет примерно 547 тысяч долларов. Это такое исключение. То есть в основном резидентская виза будет стоить на 1 год, если вы инвестируете 200 тысяч долларов. При условии, что объект готов. Да, если объект еще строится, и он будет готов на протяжении 2, 3, 4 лет, сделали новый закон буквально пару месяцев назад, как исключение, что даже таким покупателям будет предоставляться вид на жительство. Единственное, что цена этого объекта должна быть от 2 миллионов и больше, что есть 547 тысяч долларов. Окей. Я правильно понимаю, что если мы говорим о покупке готового объекта, ты можешь купить его и в новостройке, ты можешь купить его и на вторичном рынке, не принципиально. Да, единственное, что объект должен быть готов, если, допустим... Я могу купить объект, который был построен, условно говоря, там 10 лет назад. Да, 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 без проблем, совершенно верно. Да. Также, смотрите, по поводу золотых виз, вот недавно тоже приняли этот закон. Минимум, чтобы получить золотую визу, нужно инвестировать, вот как видите, тоже 2 миллиона дирхан. Это 547 тысяч долларов. И у вас будет виза такая вот не простая, а золотая. Но если вы инвестируете 200 тысяч долларов, у вас будет такая база, простая медицинская виза, как она была раньше, ну, очень давно еще. Вопрос от нашей зрительницы. Можно ли купить несколько объектов с суммарной стоимостью, ну, 547 тысяч или выше, с тем, чтобы претендовать на вот эту золотую визу? Или ты должен купить только один объект? Да, смотрите, можно по закону официально можно купить несколько недвижимости. Совершенно верно, просто тотал, суммарная стоимость должна быть 2 миллиона. Окей. Теперь, если позволите, я бы хотел вернуться, ну, слава, несколько назад, потому что в презентации мы пропустили несколько весьма интересных и показательных слайдов, которые я хотел бы, чтобы вы, Богдан, отдельно прокомментировали. Слайды, касающиеся доходности. По большому счету, ну, далеко не все собираются постоянно жить в Эмиратах, а вот цель зарабатывать для многих весьма и весьма актуальна. Поэтому я попрошу вас прокомментировать вот эти слайды, они у нас были сейчас. Первый, вот второй. Пожалуйста, несколько слов, о чем они говорят. Друзья, если кому-то будет интересно, потом эта презентация, она, правда, на английском. Я думаю, по крайней мере, в названиях жилых комплексов разобраться будет нетрудно. Вам слово, Богдан, и несколько слов. Спасибо. Смотрите, еще раз, еще такая вот заметочка. Всем, кому будет интересно, я могу проконсультировать отдельно на русском институте без проблем. Я с удовольствием всем помогу ответить на вопрос и проконсультировать. Смотрите, здесь в этой табличке мы расписали примерные, как бы популярные районы. Примерная цена за квадратный фут. Здесь измеряется как бы не в квадратных метрах, а в квадратных футах. И последняя табличка – это примерная доходность в процентах за год, годовая. Вот здесь высчитывается доходность не ежемесячно, а вот за год. То есть берется стоимость объекта и высчитывается с него процент. То есть примерно в Дубай-Марине можно получить 6-8%, 7% годового дохода. И этот доход – вы не платите никакой налог. То есть это чистый доход после того, как мы отсчитываем все оплаты за удержавленный дом, оплаты за коммунальный дом и все остальное. То есть 6-8-7, грубо говоря, процентов – это чистые проценты. И на доход вы не платите налогов. На аренду вы не платите налогов. Даже когда вы получаете прирост капитала, вы тоже не оплачиваете никакие налоги государства. Если я правильно понял, у нас целых два слайда есть. То есть это еще… Да. Первый слайд – это такие популярные районы, как Дубай-Марина, Пальман-Шумейра, Downtown Business Bay. Второй слайд – это более такие объекты, где находятся виллы, таунхаусы. Они чуть-чуть дальше расположены. Arabian Ranches, Dubai Hills Estate, Dubai Land. И в таунхаусах, если кто-то выбирает виллу или таунхаус, средняя доходность немножечко ниже, чем апартаменты. Ну, где-то 5-5,5, ну, 6. А в апартаментах, особенно у моря, особенно в хороших локациях, близко расположенных к метро, к трамваю, к автобусным остановкам, с хорошей развязкой, можно получить минимум-минимум 6,8-7,7,5 процентов. Это если годовая аренда идет. Есть еще такие вот компании, как Airbnb, Holiday World. То есть это компании, которые занимаются короткосрочной арендой. На месяц, на неделю. Скажите, пожалуйста, все-таки несколько слов, раз мы давайте о доходности поговорим. Все-таки, какие характеристики и районы Дубая, а мы сейчас все-таки говорим именно о Дубае, больше подходят для краткосрочной аренды, какие больше для долгосрочной. И если мы говорим, допустим, о апартаментах и о виллах, есть ли здесь какие-то общие закономерности, в зависимости от того, на что хочет ориентироваться потенциальный покупатель. Сдавать краткосрочно, сдавать долгосрочно и так далее. Да, да. Смотрите, таунхаусы и виллы, в основном, они пользуются просто над долгосрочным, потому что там семьи живут, и они живут долго, годами. Поэтому для краткосрочной аренды подойдут только апартаменты. И более того, апартаменты в таких вот ключевых локациях. Как раз мы вот высветлили пару объектов, 4-5 объектов в наших слайдах, которые мы можем тоже рассказать. Я обязательно покажу. Чуть позже. Отлично. При выборе вот ключевых локаций нужно обращать внимание на развязку, на местоположение объекта. Удобное, как бы, чтобы было до него удобно доехать, удобно выехать, это очень важно. Чтобы было, как бы, парковочное место, достаточно парковочных мест. Плюс очень важно иметь доступ к транспорту, потому что если мы говорим о краткосрочной аренде, для людей, которые приезжают, им нужен доступ к такси, к автобусам, к метро, трамваям. То есть им это нужно. Потом торговые центры должны находиться в пешей доступности. или хотя бы пяти минутах езды. Есть объекты, которые окружены и морем, и торговым центром, и есть трамвай, и есть метро. Это идеальный вариант. Тогда, в принципе, все есть для клиента, чтобы сдать на краткосрочную аренду. И такие объекты пользуются огромным спросом. Просто огромным спросом. Поэтому, да, вот, по-моему, можно... Сейчас я перебью. Значит, вот краткосрочная и долгосрочная. Кто и как, если физически занимается сдачей? Потому что, понятное дело, что давляющее большинство граждан не готовы сдавать сами. Вот, скажем, в вашей компании. Так, время. Или вы кому-то рекомендуете и так далее. Да, смотрите, есть два варианта. Либо мы, как компания риэлторская, с лицензией нашей, занимаемся вашим объектом. В таком случае клиент... Богдана, к сожалению, звук опять пропал. Слышите ли вы нас? Богдана. С картинкой-то связь... С картинкой-то у нас ничего не получилось, но если еще и со звуком, то это будет совсем беда. Надеюсь, что сейчас все-таки звук наладится, по крайней мере, несколько минут назад такое уже было. Богдана, мы вас не слышим. Так, еще буквально несколько секунд. Подождем, потому что в прошлый раз все-таки все настроилось. Я пока еще разочек покажу слайд, тот, который у Богданы был. Это вот слайды доходности. Ну, действительно, если вспомнить, недвижимость в Угненных Арабских Эмиратах падала долгое время в цене. Вот, Богдана, вот и появилась опять. Богдана, все, кажется, мы вас слышим. Давайте еще раз звук проверим. Богдана? Да, Федор. Все, вы отвечали на вопрос... Короткий и долгий срок. Мы вас слышим, пожалуйста. Короткий и долгий срок, как сдавать? Мы вас слышим. Да, да, да. Вы ответили на вопрос? Мы говорили о том, как сдаются от двух сроков долгосрок, с помощью кого? Вы отвечали на этот вопрос. Пожалуйста. Слышите нас? Да, запись вебинара будет. Не уверен, что, конечно, такая запись будет большим счастьем, но уж как получится. С презентацией, Евгений, мы вам с удовольствием вышли или можно будет связаться с Богданой, с контакта ее... Меня слышно? Да, вас слышно. 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 Может быть, в чате давайте напишем слово «слышно» и тогда будет понятно. Если, конечно, что-то говорить, но тогда будет слышно. Коротяна, вас слышно. Сейчас уже, может, и не слышно. Только что было слышно. Богдана, вот вас слышно. Говорите, пожалуйста. Богдана. Филипп, как меня слышно? Вас слышно хорошо. Если бы мы говорили о краткосрочной и долгосрочной аренде. Если вы меня слышите, пожалуйста, можете отвечать. Нет, не слышно. Мы подождем еще несколько секунд, потому что связь иногда все-таки прорывается. Вот уж не думал, что с Эмиратами со связью могут быть такие трудности. В любом случае, коллеги, мы... Вот сейчас опять появилась Богдана. Богдана. Я вас слышу. Мы вас тоже слышим. Пожалуйста. Спасибо. Отлично. Вы отвечали на вопрос про краткосрочную и долгосрочную аренду. Как ее получите? Совершенно бедно. Совершенно бедно, да. Мы можем, как агентство недвижимости, помочь с долгосрочной арендой. Это на год. Да, четырьмя, петьмя платежами. Примерно вот так происходит сделка. Но в таком случае доход будет около 7%. Но это будет стабильный такой доход. Вот он будет прям... Все стабильно, как бы не нужно будет каждый месяц заселять, заселять. Но если клиент хочет, допустим, больше дохода, 10%, 9-10%, это реально. Но это нужно делать другим образом. Нужно гостей принимать еженедельно, ежемесячно, либо на 6 месяцев. Это называется краткосрочная аренда. В этом случае нужно гостям помогать с уборкой, с Wi-Fi, интернетом, ну, со всеми вот этим вот мебелью даже. И для этого есть компании, которые этим занимаются. Они будут заниматься. У них есть специальная лицензия. Вот у нас такой лицензии нет, потому что мы риэлторы. Есть лицензия, как бы это туристическая. Она входит в отельно-туристический такой бизнес-эсферу. И мы можем порекомендовать такие компании. Их есть много. Есть хорошие, которые уже 10 лет на рынке. Мы можем без проблем соединить вместе покупателя и вот эту компанию. Скажите, сколько такой компании нужно платить? Каковы расходы на аренду? Смотрите, примерно все компании берут стандартно 20% от дохода ежегодно. Потому что они платят за рекламу, они платят за уборку, за общение с гостями. Там как-то чек-аут, поэтому не берут 20% дохода. Но они действительно работают, ну, как бы так, каждый день, понимаете? Они каждый день приходят сообщения. Нет, за что они деньги берут, тут как раз более-менее понятно. Скажите, пожалуйста, требуется ли получение лицензии, если вы хотите сдавать апартаменты в аренду? Нет, кстати, вот такой лицензии не нужно. Это тоже хороший момент, потому что это считается частой собственностью. И собственник имеет право и ею распоряжаться как хочет. То есть государство дает свободу. Либо вы хотите сами жить, либо вы хотите другу сдать, подруге, родственникам. Либо вы отдаете компанию, которая занимается арендой для вас. Либо вы работаете с агентами недвижимости, как мы. И мы вам находим клиента, но мы находим клиента одного на год. И оформляем всю сделку официально, контракт, все между вами и клиентом. Но если вы работаете с компанией, которая вам находит разных клиентов каждую неделю, каждый месяц, вы заключаете один контракт с компанией. И уже компания, ну, сама с этими клиентами работает. Два варианта хорошие. Я бы не сказала, что есть какой-то риск. Богдана, значит, смотрите, у нас еще пошли два вопроса, связанные с видом на жительство. Давайте еще раз к этому вопросу вернемся, коль уж вопросы есть. Первый. Как продлевается ВНЖ? И сколько нужно пребывать на территории в Эмиратах, чтобы не лишиться этого ВНЖ? Смотрите, 6 месяцев. Нужно хотя бы раз в 6 месяцев приезжать и уезжать. И этого достаточно, чтобы... На один день вполне возможно. На пару дней нормально. Да, главное, чтобы просто был штамп въезд-выезд. И вот этот штамп должен быть на протяжении еще 6 месяцев, чтобы сохранить резиденцию. То есть здесь тоже очень удобно, потому что есть некоторые требования от других стран, в которых там есть какой-то минимальный промежуток времени. Здесь в этом плане очень удобно. Окей. Следующий вопрос. Вернемся еще. Раз уж у нас такой немножко сегодня сильный график, то в каком-то смысле, может, это и неплохо, зато ответим на большое количество вопросов. Какой должен быть уровень дохода у покупателей из России? Вот вы говорили о том, что для получения ипотеки, например, ты должен просто показать схождение средств на своем банковском счету за последние полгода. Можно ли сказать, что есть какая-то цифра, начиная от которой у банка вопросов не возникнет, и ипотеку вам дадут? Или все-таки такого жесткого критерия не существует? Смотрите, это такой технический вопрос. В общем, могу ответить, но в деталях нужно пообщаться с вампиром. Понятно. Хорошо, нет, не вопрос. Если, я думаю, в частном порядке, тогда перенесем этот вопрос на частное уже обучение. Да, давайте. Без вопросов. Мы можем сохранить этот вопрос, и я с удовольствием могу даже соединить покупателя с банкиром, и тогда он может получить хорошую консультацию с банкиром. Окей, не вопрос. Замечательно. У собственников апартамента какие возникают расходы по ходу владения в течение года? Что он должен платить? Или за лицензию, хотя лицензии вы сказали нет. Какие они могут быть вообще? Давайте об этом. Смотрите, лицензии требуют только от нас, либо от риэлторов, либо от компании, которая будет это делать для клиента. С клиента лицензии никто пока не требует. Вот, расходы. Есть единственная, единая такая плата за употребление дома. Как бы, что входит в это? Это охрана, камеры 24 на 7, лобби. То есть каждый апартамент, каждое здание имеет очень красивое лобби. Вот его нужно, естественно, убирать, там, ремонтировать и все остальное. В каждом здании у нас есть парковочное место. Для каждого покупателя квартиры есть одно или даже иногда два парковочных места. Это тоже должны убираться, то есть там краситься и все остальное. Дальше входит тренажерный зал, который бесплатный для жителей этого квадрика. Сауна, фитнес-центр и бассейн. Иногда бывает там джакузи, еще что-то, терраса. Ну, то есть все вот эти вот, как удобно, они из плата для жителей. Но есть за них платы. За это все есть фиктированная плата за год. Она делится каталами, но примерно как бы, чтобы попроще было посчитать, как это рассчитывается. Берется размер квартиры, допустим, если это однокомнатная квартира, примерно 90 квадратных метров, ну, 900, 800 где-то, 100 фит. И умножается примерно на 20-25. В долларах я вам сейчас сразу же скажу за год, сколько это будет. 5-6 тысяч долларов за год. Это такой средний чек для среднего комплекса, да, примерно? Ну, бывает и 4. Да, 5 это такой средний, 6 это немножечко такой лакшери, ну, расходный. Если, допустим, резиденция такая вот роскошная, элитная, это будет 6 тысяч, по среднему это будет 5, и бывают резиденции, которые меньше, там, 3,5-4 тысячи долларов за год, и можно оплачивать комфортально, можно раз в год оплачивать, то есть это за все, то есть и за охрану, и за уборку всех территорий. Ну, по большому счету, это очень хорошая плата, считается. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, какие расходы на коммуналку в месяц? Давайте просто рассмотрим пример относительно недорогого объекта, скажем, стоимостью 300 тысяч долларов. Предположим, это апартаменты в жилом комплексе новом, 300 тысяч долларов. Как можно примерно оценить расходы на коммуналку? Понятно, что кто-то воды больше, кто-то меньше, но хотя бы порядок, чтобы был понятен. По среднему, да. Смотрите, примерно, если 300 тысяч, это однокомнатный вариант, однокомнатная квартира, и если взять среднее пользование, допустим, проживает два человека, за воду где-то будет 100 долларов, может быть, даже меньше, плюс-минус. За электричество где-то будет еще 100 долларов. В общем, в целом, за месяц, за воду, электричество, свет, без ключей, а, еще и кондиционер, за эти все четыре позиции, ну, в средний чек будет 250-350 долларов. 250-350 долларов, как внук коммуналка в месяц. Я сейчас обращаюсь к нашему зрителю Владимиру. Мы обсуждали уже вопрос налогов, но мы к нему обязательно в конце еще и вернемся, коли вам это интересно. Богдана, давайте, мы уже с вами несколько в таком динамичном режиме, но уже час прообщались, а вопросов много, и это очень приятно. Давайте, знаете, теперь о чем поговорим. У вас есть замечательный слайд в презентации, я тоже хотел бы, чтобы вы его прокомментировали, а слайд следующий, в переводе на русский, каких ошибок лучше всего избежать в инвестировании сейчас. Вот, общая часть. Можно несколько слов об этом? С чем вы сталкивались для тех, кто хочет приобрести и, в общем, делает что-то неправильно? Пожалуйста, несколько слов об этом. Да, смотрите, первый пункт – это неправильно сделать поиск, сам поиск и изучение объектов. Ну, это, поэтому много клиентов должны обращаться к проверенным консультантам, которые уже давно на рынке и которые, допустим, что-то достигли с каким-то застройщиком, допустим, они в топе 10, в топе 5. То есть, если агентство по недвижимости уже в каком-то топе, топ 5, 10, топ 1, неважно, значит, они это продают много. Если продают много, значит, много клиентов, много дискуссий и много опыта. Поэтому нужно обращаться, желательно обращаться либо к квалифицированным экспертам, либо к квалифицированным друзьям, допустим. Ну, кто-то, кто может дать хороший совет. Хороший совет. Человеческий фактор здесь верный как-то. Да, очень важно, потому что информация – это наше все. Нужно знать, какой тренд. Допустим, я так просто скажу вкратце. С 2015 по 2019 год примерно был тренд на объекты, которые вот маленькие, ну, как дешевые объекты, там 100 тысяч долларов до 200 тысяч долларов. Студия, одна комната. Такой тренд был. Сейчас тренд другой. Сейчас тренд, наоборот, на объекты, которые миллион и выше, потому что капитальный рост, прирост вот на эти объекты, он лучше. Поэтому клиент, да, он потратится немножко больше, купит, допустим, какой-то объект за миллион, за два, ну, дирхам, да, но он получит плюс 10, плюс 20, может быть, даже 30% капитального прироста за, ну, год, два, три, вот так примерно. Поэтому нужно правильно знать тренды и правильно советовать нужное время, нужные локации. Это первый момент. Второй, после собранной информации, ну, как бы, советуется не принимать решение импульсивно и эмоционально. Допустим, нет, я не люблю эту локацию, потому что там, не знаю, свет выходит на другую сторону, либо он смотрит не туда, куда надо. Если человек инвестирует, он не должен, как бы, эмоционально привязываться к этому объекту, потому что эксперты на рынке знают, что этот объект, да, он может не туда смотрит, он может не на том этаже, но как объект, он будет приносить вам хороший доход. Вот. Но иногда клиенты решают, знаете, эмоционально. Да, если вы хотите там жить, конечно, вам нужно... Эта история понятна, она для всех стран верна, то есть, знаете, еще по-другому это формулируют. Когда вы выбираете объект для себя, выбираете то, что вам нравится. Когда вы выбираете объект для инвестиций, выбираете то, что будет нравиться арендатору. Это принципиально... Да, ну, и тут еще там есть расчеты, конечно, мы делаем с клиентами расчеты. Все вот есть, да, нужно смотреть на цифры тоже. Третий пункт, это имеется в виду, что нужно контролировать денежный поток в плане, что вы должны понимать, если вы покупаете объект, вы должны знать, что вы его оплатите. То есть, чтобы не получилось так, что в конце вы где-то не дорассчитали, и вам нужно... ну, вы потеряли объект, чтобы не оплатили его. Тем более, что, как я понимаю, вот, исходя из того, что вы сказали, все-таки, ну, таких глобальных проверок состоятельности сами застройщики, ну, и не проводят. То есть, ну, хорошо, они... Ну, просто это меня, ну, в каком-то смысле, кого-то это порадует, но, с другой стороны, вот этого спасательного круга у вас не будет. То есть, за вас в Эмиратах вот эту работу никто не сделает, если вы вдруг не сможете платить, вам на это не намекнут, вы это узнаете только в тот момент. Желательно, конечно, мы всегда рассчитываем с клиентами, просчитываем на пару лет вперед, как вы сможете оплачивать, чтобы не получилось так, что мы рассчитали, что мы можем, как бы, заплатить 2 миллиона, потом у нас нет денег, и мы просто теряем объект. Мы не хотим, чтобы наши инвесторы теряли, потому что нам лучше, когда они зарабатывают, потом мы помогаем им сдавать объект, и потом мы продаем объект для них, они получают свою прибыль, и потом мы покупаем следующий объект. Ну, то есть, нам это лучше, чем клиент подняет просто объект и все. И четвертый пункт, смотрите, вот тут имеется в виду, что когда вы уже получили объект, и вы думаете его либо сдавать, вот нужно тоже понимать, либо вы сами этим занимаетесь, либо вы отдаете экспертам, потому что иногда вы думаете, что я буду сама сдавать, я смогу, я, ну, получится, но у вас не получается, и вы теряете пару месяцев. А насчет аренды, каждый месяц, каждой неделе – это деньги. Ну, то есть, чтобы не получилось простое, как говорится, да, вам нужно решить, вы сами будете сдавать, либо у вас какой-то есть знакомый, какая-то, ну, член семьи, это хорошо тоже, что они смогут смотреть за этой квартирой, когда вы будете где-то не здесь. Либо вы нанимаете хорошего эксперта, который полностью занимается вашей недвижимостью, и тогда у вас не будет простое. За 12 месяцев, ну, может быть, пару дней, пару недель, но чтобы не было такого простоя, знаете, на 3-4 месяца. Это легко. Вот такие основные. Хорошо. Дорогие друзья, еще раз представлю свою записельницу, к сожалению, увидеть ее вы не можете, у нас технические небольшие проблемы с картинкой. Богдан Астровский, менеджер по работе с клиентами компании SSS Real Estate Brokers, и мы сейчас переходим к заключительной, но, возможно, самой такой важной, долгожданной части нашей презентации. Еще раз подчеркну на вопросы, и финальную историю мы еще подведем. А сейчас поговорим о конкретных объектах, которые Богдана и ее коллеги выбрали для нашей сегодняшней встречи. Хочу сказать один момент, предвосхитить это вопросом. Все объекты, которые вы сейчас представите, Богдана, как я понимаю, находятся в Дубае. Вы работаете только с Дубаем или в других Эмиратах тоже что-то представляете? Смотрите, да, в основном мы работаем по Дубаю. По основным Эмиратам просто мало проектов там. Если, допустим, есть какие-то глобальные проекты, мы можем продавать. Вот пару лет назад был такой проект резидентский про Сухейми. Мы продавали, но сейчас он уже распродался, и в основном весь фокус сейчас на Дубай и специфически на все объекты у берегу моря. Вот сейчас одни из самых последних земельных участков сейчас отдаются застройщикам под застройку объектов. И сейчас тренд покупать то, что находится у берега, у побережья, потому что считается, что через 5-10 лет уже, когда не будет места, нигде застроить на линии побережья, тогда эти объекты будут повышаться в цене очень глобально. Окей. Давайте тогда поступим сейчас следующим образом. Насколько я понимаю, у нас есть 4 объекта. Я попрошу, Богдана, кратенько буквально рассказать про каждый из них, где, что, почему вы его выбрали для презентации, почему он кажется интересным. Если можно, Филипп, я просто быстренько отвечу на вопросы. Еще тут просят выбрать стоящий объект. Вы поможете? Да, мы с удовольствием вам поможем. Потом после презентации можем связаться. И я вам объясню, какие хорошие проекты сейчас есть. И по поводу резидентской визы. Да, на 2 года. Она просто обновляется каждые 2 года. И поскольку вы являетесь собственником, вы можете обновлять постоянно. Как только вы продаете объект, вы уже не резидент. Вот, это так, вкратце. Смотрите, по проектам. Первый проект у нас находится в локации, которая называется Майдан. Майдан – это новый такой мастер-план. Он находится вот в 5 минутах от известного в даунтауна и Бурдж-Халифе. Если вы посмотрите на картинку, тут кристальная лагуна и Бурдж-Халифа сзади. То есть от этого проекта буквально 5-10 минут вы уже будете в этом, в Бурдж-Халифе. И там, где фонтаны, опера, даунтаун и все остальное. Этот проект, он интересен тем, что, так как это новый, новый мастер-план, цены очень хорошие, потому что это новая локация. Но вот в ближайшие 5-10 лет эта локация станет ключевой, потому что она очень близко к основным достопримечательностям. Бурдж-Халифа, фонтаны. Строится огромный торговый центр, который будет вот в таком же размере, как и Дубай-Монт. Там будет самая высокая горка, вот «Скислоп» она называется. Все будет в этом торговом центре уникальное. То есть не то, что есть сейчас в Дубай-Моле. Будут кинотеатры под открытым небом. Будет крыша, которая будет открываться, закрываться. То есть именно в некоторых частях этого торгового центра. Будет очень много каких-то вот интересных роботов. То, что будет высокотехнологичная новостройка в высокотехнологичной новой локации. Окей, если я правильно понимаю. Да, и это огромный проект. Здесь предлагаются студии, одна и двухспальные апартаменты. Прямо буквально на первой линии Нового моря. Да, здесь планировался канал, но вот видите, правительство Дубаи всегда хочет усовершенствовать свои концепции. И сейчас они анонсировали «Кристальную лагуну», что намного лучше, чем канал. Это как пляж, это как своя чистая вода и пляж. Доступ будет к пляжу своему. То есть они делают пляж посредине вот горы. То есть за Бурж-Халифой у вас будет такой тихий район, но он будет такой вот живой. Будет очень много кафе, ресторанов. Там есть пятизвездочный отель, будет строиться еще один. Там, где знаменитые скачки проходят ежегодно с участием нашего шейха. Это как раз все рядом, это в одном районе. И там сейчас строят резидентский комплекс. Этот резидентский комплекс будет расположен возле лагуны, то есть вы сможете там и жить, и плавать в лагуне. То есть это идеальная концепция даже для сдачи в краткосрочную аренду. Ваше ощущение, покупаясь здесь, это все-таки больше вот именно в этом месте, это больше для себя или это скорее инвестиционное решение? Я бы сказала 50 на 50, либо 60 на 40. 60 в сторону инвестиций, потому что там есть маленькие студии, маленькие однокомнатные квартиры по хорошей цене. И это как раз то, что нужно всем туристам, даже студентам. У нас огромный выбор клиентов. Там будут проходить тоже концерты, будут строить концерт-холл. И много посетителей концертов захотят остановиться рядом. Так как это новый комплекс, все новенькое, все как бы классно. Там рестораны, супермаркеты, салоны, ну все будет. Кристальная лагуна, торговый центр недалеко. Даунтаун очень близко. Этот проект потенциально, я бы сказала 60%, это как краткосрочная сдача в аренду. Но и жить там тоже будет очень удобно, потому что близко все-таки ко всему. Смотрите, если я правильно опять же... Начинаем лиц. Смотрите, еще один момент. Про цены вы сейчас скажете. Значит, размеры вот этих минимальных студий, это 338 квадратных футов. Интернет мне в помощь, это примерно 31 от 31 квадратного метра. То есть есть такие именно, ну совсем. Да, да. И теперь цены, 720 тысяч дирхамов, это уже вы мне помогите. Да, 197, ну примерно 200 тысяч долларов. 200 тысяч, отличая на вопрос одного из наших зрителей с совершенно замечательным именем Джентльмена Удачи, примерно 7 тысяч, чуть меньше 7 тысяч долларов за квадратный метр. Это если мы говорим о студии. Я предполагаю, что цена, чем больше размер, тем ниже цена квадратного метра. По практике. Да, совершенно верно. И вообще цена для этого проекта пока еще занижена, потому что он только строится. То есть это новый мастер-план, все еще в планах. Вот, поэтому цена такая, когда будет проект готов примерно 3 года и плюс-плюс-минус, допустим, 5 лет, его можно будет продать за плюс-плюс 30% цена вырастет. 20-30% может даже больше, можно будет перепродать. Еще хочу уточнить, 3-4 года – это срок строительства конкретного объекта или это срок строительства района, а объект может быть построен раньше? Да, смотрите, района, я бы сказала, действительно, 4-5 лет до района. А для конкретного объекта там просто есть много домов. Какой-то дом будет готов через полтора года, какой-то дом через два, какой-то дом через три года. Вот, поэтому мы будем проходить. Я хочу сказать, что вы говорили в самом начале. Вот в этом случае для этого проекта сейчас, возможно, рассрочка, а ипотека будет, возможно, через 3-4 года, когда проект будет построен, так? Да, совершенно верно, да. Поэтому у покупателей есть время оплатить, и даже некоторые покупатели думают, что они ипотеку будут брать, но потом они закрывают все в течение строительства. И это лучше для них, потому что они ничего не переплачивают, процентов нет. Окей. Даже несмотря на то, как вы сказали, относительно невысокие процентные ставки в случае ипотеки, напомню, вы называли 3,8-4,2. Смотрим дальше. Следующий проект, пожалуйста. Для детей, кстати, там есть инфраструктура, тоже просто отвечаю на вопрос. Будут строить всякие площадки. У вас есть одна площадка, которая в доме, она под кондиционером, поэтому летом вы можете пользоваться ею. И когда будет более уже хорошая погода, ближе к сентябрю, открытого типа, есть куча площадок. Есть прямо в каждом доме и есть еще в районе. То есть очень большой выбор площадок, детских бассейнов. Максимально. Окей. Смотрим следующий проект. Летом тоже не сильно жарко, как бы становится холоднее уже каждым годом. Окей. Смотрите, следующий проект, пожалуйста, который сейчас на экране у нас. Да. У вас высветилось на экране все, видите, да? Да, на экране все видим. Проект. Отлично. Дамаг, да. Смотрите, этот проект, так как вот в предыдущем слайде это был как район, мастер-план. Здесь мы презентуем одно здание, но просто это здание уже находится в готовом районе. Это здание находится напротив знаменитого вот такого отеля Аль-Хабтур. Прямо на Шейхзайдрод. Это главная прям улица, кто знает ее. Шейхзайдрод – это одна из первых таких вот трасс, ну, огромная, огромная проезжая часть. Это самая важная улица, центральная улица Эмират, вот по Дубая. И здесь состройщик Дамаг анонсировал очень такое интересное здание, высокое здание в таком классном дизайне интересном. Плюс этого проекта в том, что он окружен зданиями, которые уже, допустим, ну, там, 10 лет и больше. А это новое здание. Поэтому здесь есть хороший плюс сдавать ее тоже краткосрочно. Либо когда турист приезжает, то есть человек приезжает, он хочет жить сам в этом, ну, для себя. То есть здесь, я бы сказала, это тоже 50 на 50. Тем, кому нравится локация, близко к Шейхзайдрод, Дубай-Молу, Бурж-Халифа. Это идеальная локация для жизни. Ну, и для сдачи в аренду это тоже идеальный вариант. Здесь студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные варианты есть апартаментов. А цена будет начинаться вот чуть-чуть дороже, чем в предыдущем проекте, ну, вот из-за локации. Ну, из-за локации, опять же, вставлю свои пять копеек. Если говорить о 50, то там вот минимальная площадь была 31 квадрат. Здесь я быстро перевел. Да. 37 квадратных метров минимальная площадь, но очевидно тоже. Да, чуть больше. Примерно в долларах 213-215 тысяч, то есть там. Ну, это уже 5,8-6 тысяч евро за квадрат. Окей, Богдана, идем дальше. Следующий объект. Да. Объект Азизи. Пожалуйста. Да, вот смотрите, здесь мы движемся уже в сторону Пальмы, Пальма-Джумейра, так как я вам говорила, что это очень такая премиальная локация, где можно хорошо получить хороший капитальный прирост. Как видите по картинкам, вот она прямо расположена на Пальме, с обеих сторон окружена морем. Это здание, чем оно, как бы особенно, то, что это готовое здание. Вот. Два предыдущих проекта, они были в стадии, как бы, постройки. А это проект, который готов. Я решила его включить в слайд, потому что есть много покупателей, которые не могут ждать, которые хотят вот прям заехать в проект. Поэтому я выбрала этот проект. Здесь единственное, что осталось в наличии, одна комната, однокомнатная квартира, либо пентхаус, двухкомнатный. Они готовы. У меня даже есть видео, мы можем провести даже Zoom-кол. Мы можем даже, ну, как бы, видеозвонок провести с клиентами. И если кто-то приедет в Дубай, ему с удовольствием я с удовольствием покажу этот проект. С однокомнатной квартирой здесь полноценный вид на море. И квартира однокомнатная, она очень просторная. Мы говорим о размере примерно 70-80 квадратных метров за однокомнатную квартиру. Правильно ли я понимаю, что вот здесь уже, поскольку объект готов, здесь можно претендовать на ипотеку под тем ставком, о которых вы говорили? 3,8,4,2. Да, совершенно верно. Покупатель может сразу же заехать и оформить ипотеку. Это идеально, если кто-то планирует релокацию, планирует переехать на жительство. Супер такая вот черта этого здания, это то, что здесь приватный выход на пляж. Вот вы прям вышли со здания, и у вас свой пляж сразу же. Это очень редко бывает. Есть также своя огромная детская площадка, огромный infinity swimming pool, бассейн. И плюс, когда вы спускаетесь вниз, у вас пляж, и перед пляжем есть такая вот прогулочная зона, такая огромная, для бега, для прогулки, можно на велосипеде кататься. И там есть очень много ресторанов, уже открытых. Рестораны, лаунжи, супермаркеты, полоны красоты. То есть все, что так вот нужно. Это прям прогулочная огромная зона. Окей, ну и давайте проект номер четыре. Да. Тоже он расположен на Пальмиджу Мэйра. Этот проект называется Палмиджу Мэйра. Он от застройщика Нахил. Нахил – это государственный застройщик. Эти три здания, значит, планируется одно здание как под офис, либо под магазины, и два остальных здания будут поведенскими. Панорамный вид на море с двух сторон. То есть здесь, в этом проекте, любую сторону, которую вы не взяли, она будет смотреть либо на Пальмиджу Аль-Араб, либо на знаменитый вот Dubai Eye, это колесо в Украине. Либо полный вид на море и на Пальму-Джу Мэйру. Он находится прямо у въезда в Пальму-Джу Мэйру. То есть здесь тоже развязка очень удобная, потому что перед тем, как заезжать туда, вы уже приехали в свой пункт назначения. И полный вид на море. Цена примерно одинаковая с предыдущим проектом. 2 миллиона и 800 тысяч до 3 миллионов с половиной. Это примерно 900 тысяч долларов до миллиона. До миллиона долларов. Это такие условно дорогие такие проекты. А скажите вообще, Богдана, если мы говорим о ценах в вашем портфеле, предложение, от какой суммы начинается? То есть какие, скажем, более бюджетные и что это такое? Что такое более бюджетный вариант, что такое более дорогой вариант? Да. Смотрите, более бюджетный вариант, как мы рассмотрели, 200 тысяч долларов. Это самый первый был проект. Но локация очень хорошая для такой цены. Потому что он в начале. Он в начале. Потом, конечно, цены будут повышаться. Есть еще проект, который будет ниже, но ниже как? Ну, 150 тысяч долларов. Но он уже будет дальше. Поэтому я бы, ну, я всегда дам два варианта покупателю. Он сам может решить. Но если бы я покупала, я бы доплатила 50 тысяч, но взяла бы хорошую локацию. Потому что он прям, если по карте смотреть, он прям за даунтауном. Видно прям весь скайлайн. Это начинающиеся цены. И доходя до самой высокой цены, люди покупают даже пентхаусы. Пентхаусы стоят иногда даже 10-20 миллионов долларов. И у нас есть покупатели даже на целые этажи. Допустим, этаж состоит в 1-2-3 комнаты, ну, так микс. И люди покупают полный этаж. Он тоже будет стоить примерно 10 тысяч долларов. Ну, пентхаус, возможно, 8-10, а целый апаш 10-12 тысяч долларов. И потом этот этаж весь может сдаваться в аренду. Это очень хорошая инвестиция. Дорогие друзья, Дарана, пожалуйста, вы еще что-то хотели сказать, Богдана? Я просто хотела дополнить, что в любой из этих проектов, если вы инвестируете, даже если цена, допустим, 1 миллион за одну комнатную квартиру, есть огромный спрос, я бы сказала, даже ажиотаж, потому что этих квартир мало, а локация уже заполнена, как бы место строить больше негде, ну, если рассматривать именно локацию возле пляжа. Поэтому даже такая цена, она будет повышаться по-любому. Ну, у нас есть предыдущий проект, допустим, Palm Tower, который уже готов, тоже от застройщика Накила, это последний проект. Сейчас готовый вариант уже продается почти за 4 миллиона дирхам, что есть больше, чем 1 миллион долларов. А вариант, который кроется, продается за 2 миллиона 800-3 миллиона. То есть вот примерно вот так вот за 3 года можно даже иногда заработать плюс 1 миллион на какие-то объекты. Это реально цены. Тут, наверное, совпала так история, все-таки последние 2 года даже для рынка Эмиратов были не слишком типичны, все-таки цены очень у вас выросли за последние 2 года. Да, да, да. Вот во время ковида, конечно, все были на таком вот стрессе, люди не знали, как пойдет рынок дальше вообще во всем мире. Некоторые люди паниковали, как бы продавали, но в основном с 21 года, с января, очень много людей с Европы, даже с СНГ, даже с Африки начали релокироваться, переезжать в Дубай, потому что здесь очень хорошие, как бы в безопасной мере, по даже самому ковиду, как бы медицина, все на таком высоком уровне. Да, недавно мы как раз публиковали на Прианру отчет, которым отмечалось для экспатов, почему именно Эмираты, отчет касался не только Эмиратов, отчет касался многих стран, почему экспаты предпочитают или не предпочитают ту или иную страну. Так вот, Эмираты заняли, мне можно в память изменять, второе место, первое место заняла Мексика тоже, что, собственно, было в первую очередь в Дубае отмечено, это высочайший уровень медицины и безопасности, это не поспоришь. Богдана, ну смотрите, давайте сделаем сейчас следующим образом, во-первых, я попрошу опубликовать контакты с компанией, с Реал Прокер. Поскольку у нас некоторые наши зрители опоздали к началу нашей презентации, к нашему с вами общению, я попрошу сейчас прокомментировать вас один слайд, он у нас был, по-моему, в самом начале, и он касался налогов. Да, вот он, в двух словах, еще, пожалуйста, все-таки, какие налоги есть в Эмиратах сейчас, что придется платить покупателям. Да, смотрите, в целом у нас нет налогов, что касается недвижимости, и потом я расскажу на персональный доход, и потом компании мы затронем такие три аспекта. По поводу недвижимости и имущества, отсутствует налог на приобретение недвижимости, есть только единый регистрационный взнос, 4% от стоимости. Это вы платите только один раз, просто чтобы зарегистрировать на ваше имя. А так налогов нет, ежегодных, ежеквартальных, таких налогов нет. На покупку, на продажу тоже нет налога. Нет налога на капитальный прирост, то есть даже если вы купили и потом продали, и вы продали дороже, чем купили, вы на эту разницу не платите налог, он отсутствует. Дальше, когда вы сдаете объект в аренду, вам не нужно будет лицензии и не нужно будет платить налогов никаких, как собственную квартиру. И когда вы захотите передать ее в имущество, то есть в наследство, тоже отсутствует, хотя в многих странах есть такой налог на наследство, здесь он отсутствует. И еще приняли недавно закон такой, только вот недавно, что между кровными родственниками можно передать дарственную, и это дарственное тоже не облагается налогами. То есть, грубо говоря, если, допустим, вы покупаете недвижимость, заплатили 4% первого взноса, и потом вы хотите эту недвижимость передать в собственность своей дочери, либо кровному родственнику, это, скорее всего, только дети. Насчет супруги, это родители, это дети, а супруга, там нужно уточнить это, но дети точно. Вы можете им передать абсолютно без никаких плат, это очень хорошо. То есть дарственную можно оформить без налогов. Хорошо. Богдана, давайте еще в заключении коснемся одного вопроса, он был в самом начале, но он, безусловно, интересует. Еще раз права, связанные с получением вида на жительство и с постоянным нахождением в Эмирате. Я пока открою еще раз этот слайд. Да, давайте. Здесь был. Вот он, был, я его пролистал. Пожалуйста, несколько слов еще об этом. Мне кажется, что в качестве заключения это будет очень интересно. Да. Смотрите, по получению вида на жительство есть два таких основных. Первое – это инвестируем минимальную стоимость, мы получаем резидентскую, ну, как бы, инвестируем минимальный капитал. Минимальный капитал, чтобы получить вида на жительство, нужен в размере 200, сейчас скажу вам, прям в долларах. 205 тысяч долларов. И вы получаете резидентскую визу, вам нужно ее обновлять каждые, там, два года. До тех пор, пока вы владеете недвижимостью, вы можете ее постоянно обновлять. Когда вы продаете ее, вы, как бы, канцелируете. Теряете право, да. Теряете право на минимальный капитал. Теряете право. Дальше приняли закон о золотых визах. Золотые визы могут получить инвесторы, которые инвестировали 2 миллиона дирхам, что в переводе на доллары будет 547 тысяч. Вы получаете golden виза, это золотая виза, вне зависимости, либо проект готов, либо не готов. Потому что в первом варианте, когда вы инвестируете 200 тысяч, обязательно нужно, чтобы проект был готов. Когда вы инвестируете 2 миллиона, получаете золотую визу, он в стадии строительства, он построен, не построен. Вы получаете это право, вид на жительство. И вы можете открывать уже банковский счет, начинать звать на права. Начинать жизнь, жить, условно говоря, более-менее полно. Да. Назовем это. Да, и плюс вы можете сделать это не в одной транзакции, вы можете сделать в двух, трех, четырех транзакциях. Главное, чтобы общая стоимость всех транзакций в недвижимости составляла 2 миллиона, если вы претендуете на золотую визу, либо 750 тысяч дирхам, если вы претендуете на стандартную визу, ну, вид на жительство. Багдана, в заключении уже, может быть, неожиданный немножечко вопрос. А сколько у вас сейчас градусов? Какая температура сейчас? Да. Смотрите, сейчас это лето очень холодно. Ну, как бы, оно намного холоднее, чем предыдущие. Потому что я живу в Эмиратах, я здесь как бы родилась. Поэтому здесь очень жарко было. Сейчас именно вот это лето, плановые, вот, как это там, дождь, они делают дождь, они называют cloud seeding, они создают дождь с, как, тучей. И у нас дожди сейчас, ну, как бы были неделю назад, и примерно температура упала до 40-45, но это считается низкой температурой за лето. Потому что два-три года назад, лет... Угу. Два-три года назад? Что-то случилось у нас опять со связью, а тут и вопрос от Маргариты очень интересный поступил. Ну, я, собственно, задавал этот вопрос с тем, чтобы иметь возможность немножко подискутировать с Богданом. И вот, например, в Петербурге, где я сейчас нахожусь, ну, на солнце, я думаю, градусов 35 точно есть. Поэтому ситуация тоже, в общем, ого-го-го-го. Но в любом случае, я очень надеюсь, что все-таки Богдан к нам еще сможет на секунду подключиться. Хотя, на самом деле, практически все вопросы мы с ней обсудили. Единственное, Маргарита, да, вот этот вопрос очень важный. Будем надеяться, что через секунду... Да, я тут. Меня слышно. Отлично. Да, вас слышно. Я вас слышу. Вы сказали, что, значит, сейчас 40-45, а было в прошлые годы сколько? Какая была температура? Да. Но иногда она опускается даже до 30, там, не знаю, 37-38. То есть, в принципе, комфортнее, чем в предыдущем летом. Да, уже неплохо. В Питере, сочетание жары сейчас тоже очень неплохо. Богдана, еще все-таки уточнение от Маргариты. Вот, закон по золотой визе. Он принят и утвержден или пока есть только анонс? Анонсировали и уже получили наши клиенты. Поэтому... Да, у нас наши клиенты уже получили ее. Она работает, да. А вот Евгений говорит, что на Черноморском побережье 30-31. Ну что ж, во всем мире жарко. Слава богу, на самом деле, что когда жарко по погоде. Я, на самом деле, уже переходя, наверное, к финальному слову, хочу пожелать всем, чтобы только погода у нас была жаркая, а чтобы жизнь была комфортной и размеренной. К сожалению, сейчас не у всех так получается. И именно поэтому на Эмират тоже можно обратить внимание, как на уголок земли жаркий, но жарко погодные точки. Мне кажется, очень-очень в наше время становится... Но погода будет меняться. Я вам хочу сказать, что в ближайшие года она будет постепенно, лето будет холоднее. Да, она выглядит на раку. Еще на несколько лет вперед по погоде посмотрели. Ну что ж, замечательно. Дорогие друзья, Богдана Островская, менеджер по работе с клиентами компании СССР, Real Estate Broker. Я понимаю, что мы... Тут, Карина, я не очень понял, вы вопрос задали в отношении золотой визы, на сегодня рассматривают более готовую недвижимость рекомендации и практики юристов. Чтобы получить золотую визу, Богдана, если я правильно понял вопрос... А, по практике, то есть это ваш опыт. То есть чаще для золотой визы... Да, смотрите. Смотрите, золотая виза... Получается, законопроект о золотой визе приняли пораньше, нежели законопроект о том, что... Это законопроект, который разрешает давать золотую визу и собственникам объектов, которые не застроены. Поэтому, возможно, да, люди рекомендуют, ну, юристы будут рекомендовать все-таки, чтобы получить золотую визу, смотреть на готовые проекты. Но, смотрите, закон о том, что золотая виза как бы дается тоже покупателям, которые купили не готовый проект, этот закон уже принят. Поэтому в практике, ну, вот, мы тоже общались с юристами, все-таки людям дают визу золотые, когда проект не готов. Потому что здесь законы принимаются и исполняются. Вот. Но если, допустим, нужно будет как бы связать вас с юристом, мы можем тоже... у нас есть юристы, которые могут как-то еще проконсультировать нас более в практике. Окей. Мы можем в отдельном порядке, кому вот эти... Друзья, значит, я попрошу сейчас, во-первых, в чате еще раз опубликовать контакты Богдана и ее коллег, компания SSS Real Estate Brokers. Презентацию мы обязательно вам вышлем. Вопрос, у каких застройщиков можно купить недвижимость и претендовать на золотую визу. Ну, насколько я понимаю, вот, среди тех объектов, которые вы представили, там были объекты под золотую визу. Да, Богдана? Да, да, смотрите. Хотя в первых объектах, там, конечно, начинается цена с 200 тысяч долларов, но это за студию. Если вы покупаете, допустим, в этом ВИЧ-фронт Азизи в проекте, если вы покупаете две комнаты, допустим, то вы, или три, то вы можете претендовать на золотую визу, если там цена будет 2 миллиона. То есть, либо мы рассматриваем первые проекты в двух-трех комнатах, да, либо мы покупаем пару объектов, вот, там, допустим, есть и студии, мы купим 3-4. Либо мы покупаем вот этот проект Мина, однокомнатную квартиру, либо Palm Beach Towers, вот эти последние два проекта на Palm Beach Mary. И нам достаточно будет купить однокомнатную квартиру и получить вид на жительство. То есть, мы будем либо рассматривать пару студий, либо однокомнатную квартиру, чтобы войти в этот бюджет. Ну что ж, дорогие друзья, Instagram, Facebook, LinkedIn, 3S Brokers, Brokers, вы там также можете найти контакты компании, хотя мы их... Ой, Данна, а вот это же ваша фотография, или это не вы? Да, 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 я, у меня еще есть коллега, это фанк. Очень жалко, конечно, что мы не увидели вас лично. Ну, надеюсь, как-нибудь этого недоразумения мы исправим. Я еще раз прошу прощения у наших зрителей за то, что были некоторые трудности у нас сегодня с картинкой и со связью. Но все хорошо, что хорошо кончается. Мне кажется, что на большую часть вопросов мы ответили. Если на какие-то не ответили, пожалуйста, обращайтесь или напрямую к нашим коллегам, или задавайте вопросы нам. Мы, безусловно, все вопросы передадим. Статья будет опубликована. Презентацию Евгений запрашивал. Вы можете напрямую просто даже написать в Богдане. Я думаю, она выйдет с вами на контакт, безусловно, и на вопросы ответит, и презентацию пришлет. Богдана, ну тогда, наверное, можно уже прощаться, хотя мне так кажется, что уже со связью что-то у вас совсем-совсем-совсем нехорошо. Если поэтому меня слышно, я на этом просто завершу наш вебинар, с вашего позволения. Друзья, спасибо большое. До свидания и до новых встреч. И всем мира, и чтобы жарко было только... Я бы хотела обратиться к зрителям. Пожалуйста. Будет приятно вас увидеть даже здесь, в Эмиратах, и показать вам... Будет приятно вас увидеть в Эмиратах и даже показать вам все эти проекты в жизни. Это был бы идеальный вариант, если вы планируете поездку. Либо можем сделать даже видеосвязь, где я вам покажу вот именно проект по видео. Отделка, вид, все можем посмотреть в режиме онлайн. У нас в этом плане мы работаем с клиентами почти каждый день в таком режиме. Видео, все, фотографии. Поэтому я буду рада всем помочь. Можете обращаться за консультациями по WhatsApp. И мы с вами как бы в приватном порядке уже все обсудим. Сделаем все расчеты и посмотрите проекты. Поэтому как бы буду рада вас всех приветствовать. Отлично. Богдана, спасибо огромное. Богдана Островская, компания SSS Real Broker. Real Estate Broker. Филипп Березин, портал Прианру, недвижимость за рубежом. Встретимся в ближайшее время с вами или в вебинарах, или на страницах портала. Ну а информацию о компании в ближайшее время мы опубликуем и на сайте, и в телеграм-канале, который у нас тоже очень-очень активно развивается. Спасибо вам большое. Богдана, спасибо вам. Надеюсь, тоже как-то увидимся, по крайней мере, или еще приеду к вам в гости. Спасибо. До свидания и до скорых встреч. Отлично. У вас с радостью. С радостью. Спасибо большое, Филипп. Спасибо, уважаемые зрители. До скорых встреч. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok